Ребят, всем привет! Сегодня мы будем рисовать свою собственную кисточку. Как это делать? Давайте начнем с того, что мы подготовим наш документ. Смотрите, сначала зайдите в настройки, вот сюда, и поставьте, мы опять будем пользоваться сеткой, поэтому поставьте шаг сетки 5 пикселов. Чтобы отобразить сетку, зайдите, пожалуйста, сюда, включите ее, и обязательно, чтобы у вас была привязка к сетке. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы создаем левую часть нашего карандашика, то есть это как бы часть со стирачкой. Берем инструмент прямоугольничек, щелкаем в документе и создаем вот такой вот прямоугольник. Только делаем ему границу, идем в настройки, толщину делаем. 5 пикселов и делаем вот так вот внутрь. Вот у нас левая часть. Теперь мы должны сделать следующую вещь. Щелкаем теперь тут в документе, нам нужен вот такой вот прямоугольник, только черный. Где-то будет. Вот такой вот. Вот мы его поставили вот сюда. Это левая часть нашего прямоугольника. Теперь мы должны сделать вот такие вот маленькие квадратики. Чего они будут сделаны? Вы сейчас узнаете. Они будут растягиваться и будут заполняющие нашего карандашика. И теперь нам надо правую часть. Это сам грифик. Чтобы сделать сам грифик, делаем мы его следующим образом. Щелкаем в документе, создаем вот такой вот прямоугольник. Вот так. Сюда перетаскиваем. Смотрите, у этого прямоугольника нет заливки и те же самые свойства, что и здесь. То есть у него граница 5 пикселов. То есть вот так. Теперь нам необходимо сделать следующее. Мы берем инструмент Direct Selection Tool. Выделяем только вот эту точечку. Аккуратно ее перемещаем сюда. Эту точечку перемещаем сюда. Теперь следующий момент. Нам надо сделать как бы... Ну, сам грифик. Мы берем прямоугольничек, делаем небольшой такой прямоугольник. С такими параметрами. Перетаскиваем его вот сюда. Вот у нас готов наш карандашик, который может быть в будущем уже наша кисточка. Итак, что мы делаем дальше? Дальше мы открываем. Открываем палитру Swatch. Выделяем только вот эту часть. Вот эту часть. И удерживая левой кнопкой мыши перекидываем сюда. Теперь выделяем только вот эту часть, правую. И удерживая левой кнопкой мыши, перетаскиваем сюда. Сейчас они у нас имеют название, там, New Pattern, Swatch какой-то там. Желательно их переименовать. Для того, чтобы их переименовать, вот я снял выделение всех, чтобы ничего не применилось. Щелкаю на левую часть. Теперь ее называю Start Tile. Только, глядите, чтобы у нас не применился этот фон, я нажимаю здесь Cancel. Еще раз Cancel. Вот. Теперь у меня этот паток называется Start Tile. Два раза щелкаю по этому. Называю здесь Entile. И опять называю Cancel. Все. Вот у меня Start Entile. Теперь следующий мой шаг заключается в том, что я должен создать свою новую кисточку. Для того, чтобы создать новую кисточку, я выделяю вот эти вот четыре квадратика. Включаю палитру Brushes. Все палитры, вот они у меня вынесены сюда, но вы можете еще раз напоминаю. Зайти в меню Window и выбрать соответствующую палитру. После того, как я выбрал четыре вот этих квадратика, я перетаскиваю их сюда. В этом диалоге я вызываю Pattern Brushes. И нажимаю кнопку OK. Какие мне настройки необходимо сделать? Во-первых, я уменьшаю масштаб. Ну, где-то вот до такого значения. 40. Теперь обратите внимание, вот тут у меня Gap. Вот такой вот. Вот тут вот показаны все угловые части моей кисточки. Вот этот Gap мне необходимо тоже заполнить. Вот мы его выбираем Auto Center. Теперь у меня есть следующая часть. У меня есть начало моей кисти и конец. Я нажимаю вот сюда. Оно мне показывает мои объекты. Вот мне нужен Start Tile. Таким образом здесь находится. И здесь мы выбираем End Tile. Что очень важно. Метод колоризации вот тут. Если вы выберете, ну, надо выбрать Tint. То есть оттенок. После того, как вы это сделали, мы нажимаем кнопку OK. Все. Наша кисточка создалась. Что мы можем делать при помощи этой кисточки? Ну, давайте просто хотя бы напишем слово Pencil при помощи этой кисти. Так, Command 0 я включаю. Отключаю свою сетку. Можно куда-то переместить сюда. Вот, например, я выбираю инструмент Brush. Теперь обратите внимание, сейчас он черный, но, например, я выберу там ему какой-то другой цвет. Давайте вот такой вот, синенький. И напишу там букву Pencil. Теперь следующую букву я напишу там, например, оранжевенький. Возьму и, например, сделаю вот так вот. И обратите внимание, если у вас такие уголочки появляются, так как у вас это все состоит из точек, вы их можете, хоп, лишнюю точку можете, как обычно, ударить. Ну, а вот это вот. Поработать с вот этими инструментами, которые вам позволят сделать ваш макет более дикий. Так, что у нас тут дальше? А и Л. Так, вот мы это все сделали. Теперь мы можем взять, например, какой-то цвет. И вот так. Причем обратите внимание, тут такая штучка. Вот я могу это выбрать. Зайти в палитру Strong. И сделать толщину линии побольше. Вот такой вот урок. Спасибо за внимание.